МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведения, школьные будни вообще практически никогда не бывают без бурных обсуждений. Всегда есть те, кто готов подстраиваться под новые реалии, и те, кто все же консервативен. Казахстанский блогер Таланорль-3 предложил под своим постом высказать все свои за и против реформы на платформе Ювижн. С этого нового учебного года в школах вводится пятидневка. Для школьников это хорошая новость. Но у каждой медали есть обратная сторона. Теперь школьники будут учиться с восьми утра, и вместо привычных шести уроков они будут съедить восемь уроков. Также длительность уроков составит 40 минут. Далее автор приводит положения, которые глазят, что в общем учебный процесс для школьников не изменится. У первоклассников также остаются их семь дней отдыха в феврале. Из хороших новостей снижение нагрузки на современных школьников, которую пообещали в профильном министерстве. Бурное обсуждение под постом блогера вызвало в первую очередь расписание, в котором школьные перемены в основном длятся пять минут. За исключением большой перемены в десять, для того, чтобы дети успели перекусить. Перемены по пять минут? А ничего. Ни учителя ничего не успевают делать за это время. Ни дети элементарно в туалет все не смогут сходить и нормально подвигаться. Не менее бурное обсуждение на тему школьных нововведений под новостями информационных агентств. Особенно гнев комментаторов коснулся тех школ, в которых введены факультативные занятия по субботам, потому что там, где трехсменная модель обучения из-за большого количества детей, в пятидневку уместить все не получится. По информации Министерства образования и науки, таких по стране 300 гимназий и 7100 школ в целом по республике. Но родители продолжают спорить. Вчера были на родительском собрании, где нам четко объяснили, что пять дней в неделю это основная нагрузка, а в субботу факультативные занятия, то есть физра, пение, самопознание и так далее. И посещать их обязательно. Получается, что ничего не изменилось. Это хорошее изменение. Дети будут почаще общаться с родными. Еще бы перевели нас на четырехдневную рабочую неделю. В продолжение школьной темы предлагаем вашему вниманию постблогера, а по совместительству преподавателя в языковом центре, который описывает новую тенденцию – желание казахстанских учителей выучить английский язык. Это стало трендом после того, как в Министерстве образования и науки объявили о том, что учителя, говорящие на трех языках, могут рассчитывать на доплату в рамках внедрения проекта «По треязычье образование». Итак, основа, чтобы начать изучать язык. Свободное время – инициатива. У большинства учителей есть инициатива. Желание учиться. С такими фразами они заходят к нам. И это отлично. Но также нужно иметь свободное время. И это не значит уделить 30 минут домашней работе и забить на курсы до следующих занятий. Как я перечислил, надо читать, смотреть, слушать. Помимо уроков, 30 минут в день хватит учителям с лихвой для начала. Единственная проблема современных учителей, стоящая перед ними на пути к изучению иностранного языка, как выяснилось, свободное время. Блогер утверждает, что его преподавателям не хватает катастрофически. Почти все учителя уже имеют семью, своих детей, за которыми нужно ухаживать, так же, как и по хозяйству. Тут начинается вторая проблема – времени нет. Они не успевают укрепить на практике пройденное. У них даже не хватает времени и сил просто повторить пройденный материал. А когда мы обучали учителей, им выделяли время. Уменьшали их часы в школе, чтобы у них действительно была возможность. Но такие случаи – единицы. А теперь учителя пытаются, мучаются, пыхтят, пытаясь изучить язык. Но в нынешних реалиях это почти невозможно. А потому блогер надеется, что, может быть, директоры школ пойдут навстречу и все-таки будут поощрять желание своих учителей не только учить детей лучше, но и развиваться самим. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете! Редактор субтитров А.Семкин